Добро пожаловать в увлекательный мир знаний. Готовы ли вы к умственному вызову? В нашем новом видео-тесте вы пройдете захватывающие испытания. Проверите свои общие знания и поднимите свой кругозор на новый уровень. На каком продукте впервые появился штрих-код? Мороженое, жвачка, тушенка. В июне 1974 года в магазине американского городка Трой, штат Огайо, кассир отсканировал первый в мире коммерческий штрих-код. Знаменательной покупкой стала упаковка жевательной резинки Rigley's Juicy Fruit. Сейчас эту пачку можно увидеть в Национальном музее американской истории при Смитсоновском институте. Спустя годы штрих-коды распространились по всему миру. Как слово «сфинкс» дословно переводится с греческого «незримый, душительница, каменный кулак». Слово «сфинкс» происходит от греческого слова «сфинга», что означает «задушить». Греческий сфинкс был злобным и неприятным, по сути, монстром по своей природе. Его изображали в виде женщины, с телом льва и крыльями сокола. Обычно это существо изображается сидящим и размером с обычного льва. Что такое проприоцепция? Редкая генетическая болезнь, ощущение положения частей своего тела относительно друг друга, неумышленное расставление приоритетов. Проприоцепция. Ощущение положения частей собственного тела относительно друг друга и в пространстве. Проприоцептивные ощущения дают человеку возможность воспринимать изменение положения отдельных частей тела в покое и во время совершаемых движений. Информация, поступающая от проприоцепторов, позволяет ему постоянно контролировать позу и точность произвольных движений, дозировать силу мышечных сокращений при противодействии внешнему сопротивлению. Например, при подъеме или перемещении груза. Что такое керлер? Инструмент для чистки лица, щипцы для завивки ресниц, приспособление для выпрямления носа. Керлер – это небольшое устройство, напоминающее миниатюрные плоскогубцы или ножницы, предназначенное для завивки и подкручивания ресниц. Обычно завиваются только верхние ресницы, с целью придания взгляду большей выразительности и открытости. Керлер состоит из двух металлических пластин с изогнутыми рабочими поверхностями, которые повторяют контуры глаза и линию роста ресниц. На эти поверхности зачастую установлены мягкие резиновые насадки, не повреждающие волоски. Где в организме человека можно обнаружить мозолистое тело? В ухе, в щитовидной железе, в мозге. Мозолистое тело головного мозга является скоплением нервных волокон. Оно объединяет между собой две части, формирующие головной мозг, правое и левое полушария. Также мозолистое тело координирует их стабильную работу, обеспечивает слаженность передачи и получение сигналов от каждого из полушарий. Кроме того, мозолистое тело объединяет серое вещество каждого из полушарий мозга. Что значит Олтарыга? Голос народа, свобода воли, второе я. Олтарыга, в переводе с латинского. Другое я, реальная или придуманная альтернативная личность человека, либо персонажа, в характере и поступках которого отражается личность автора, писателя. Это может быть лирический герой, образ, закрепившийся за псевдонимом, наместник, или даже одна из множества личностей, появившихся при наличии у индивида диссоциативного расстройства личности. Какого числа отмечается День объятий? 11 июня, 6 апреля, 21 января. 21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников – Международный День Объятий. Он был основан в США в 1986 году под названием Национального Дня Объятий, а затем стремительно распространился по всему миру. По своеобразному поверью, во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом. Существуют и научные обоснования полезности объятий. Дружелюбные прикосновения повышают иммунитет, стимулируют центральную нервную систему. Какая страна занимает первое место в мире по производству винограда? Испания, Китай, Франция. Виноград – теплолюбивое и капризное растение, но благодаря работам по селекции, стало возможным выращивать его не только в регионах с теплым климатом. Мировым лидером по производству винограда в 2017 году стал Китай, производя более 13 миллионов тонн плодов винограда. На втором месте Италия с объемом свыше 7 миллионов тонн. Замыкает тройку лидеров США с производством плодов винограда в количестве 6,7 миллиона тонн. Какого цвета язык у белого медведя? Розовый, коричневый, синий. У белых мишек при рождении язык розовый, а с возрастом животного язык темнеет. Он может быть темно-синим или темно-фиолетовым и даже черным. Мех медведя совсем не белого цвета. На самом деле, их волосяные фолликулы являются прозрачными полыми трубками. Благодаря этому их шерсть отражает окружающий их свети, кажется белой. А кожа белого медведя черная, что помогает удерживать тепло. Где проводились гонки на колесницах, прицепленных к мотоциклам вместо лошадей? Германия, Италия, Австралия. Эффектные сцены гонок на колесницах из немого фильма 1925 года «Бен Гур». История Христа способствовали появлению экстремального вида спорта – ралли на повозках, которые вместо лошадей были прицеплены к нескольким мотоциклам. Наибольшее распространение гонки на мотоколесницах получили в Австралии в 1920-е и 1930-е годы, однако постепенно такие соревнования перестали проводить по причине слишком высокой травмоопасности. Надеюсь, этот тест был полезным для вас. До новых встреч!